Оу, ноу, это же есть новая Russian BIOS! Я из страшной русской сказки, всё равно откуда ты? Не боюсь дневного света, здесь и так хватает глыб... Наконец-то обзор на Т-80. Семейство ГТД снова пополнилось, и я вас не пойму, пилоты, зачем вы просите новые реактивы, когда их вам не первый раз вводят в образе танков? Ну, кстати, без шуток, танк реально валит, и теперь можно успевать по всем таймингам поесть борщ. Пушка, как и снаряды, остались такими же, как на 64Б, и играть на них до сих пор комфортно. И это я сейчас говорю конкретно про бобсы, потому что кумулятивы абсолютно бесполезные, птуры либо против вертолётов, либо для кемперов, ну а фугасы для людей, любящих челлендж. Косема брони, в принципе, на башне она есть, за исключением маски, а вот в ЛДНС пробивают все, только у Абрамса есть небольшие проблемы. Но на деле часто очень случаются рикошеты, а если пробивают маску, то выбивают только казённик. Помни, что американцы устраивают климатические войны, а в качестве санкций писают в твоём лифте, так что недооценивать Абрамс нельзя. Возбуждение от внешнего вида не даёт нашему орудию опускаться ниже 5 градусов, поэтому в УВНах мы проигрываем. Ну и скорость горизонта чуть похуже, чем у остальных, и это чувствуется на городских картах. В общем, теперь у Советов появился неплохой топовый танк, на котором можно более-менее комфортно хейтить шестую эру. Голёб!